Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге Паралипоминон. Сегодня мы будем читать 33 главу, в которой рассказывается о монасии, царе иудейском, о наказании монасии и о его покаянии. Также в этой главе рассказывается об амоне, царе иудейском. Надо сказать, что падение царя монасии и его покаяния – это очень серьезная тема, которая обсуждается с святыми отцами и которые придавали всегда очень такое большое значение. Потому что падение этого царя было очень велико, и Златоуст даже сравнивает это падение с неким безумием духовным. Однако этот нечестивый царь смог возвыситься над своим нечестием и видеть всей эйкумени христианской вселенной пример подлинного покаяния. И его образ – это образ, который вдыхает надежду в наши сердца, что те из нас, которые падают так серьезно, они все-таки имеют надежду на спасение, если Господь даст им раскаяние наподобие того, который пережил царь монасия. И мы читаем начало 33-й главы. «Двенадцати лет был монасия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил языки отец его, и поставил жертвенники валом, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем». Вот о других нечестивых царях так не говорится, чтобы прямо в доме Господнем, в храме Соломоновом, чтобы они поставили жертвенники языческим богам. Вот монасий это сделал. «И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня». Итак, мы чаще привыкли читать о царях, что они неплохо начинают, а потом некоторые плохо кончают. А вот у монасия все немножко наоборот. Он очень плохо начинает, но конец его будет благостным. Таким образом, монасий — это пример подлинного покаяния. «И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Иномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его». То есть он не просто был впавшим в идолопоклонство, в язычество, он даже заслужил гнев Божий. «И поставил резного идола, которого сделал в Доме Божьем». То есть он вносит эту мерзость прямо в Дом Божий. «Где он уже поставил жертвенники языческим богам». «И поставил резного идола, которого сделал в Доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в Доме Сем, в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых. Я положу имя мое навек и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам, и по велениям данным рукою Моисея». То есть Господь оберегал это место, но здесь он попустил вот тому, что произошло. «Но Монассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь, и от лица сынов Израилевых». То есть дух Израильского царства, дух Иерваама, сына Наватого, он как бы вошел в мир Иудеи. И во дни царя Монассии Иудейское царство переживает апостасию, такое отступление от веры, какого не было в Израильском царстве, то есть он нечестием превзошел даже Иерваама, сына Наватого, и какого не было нечестия даже среди тех народов, которые Господь прогнал земли обетованной, чтобы ввести туда еврейский народ. То есть он как бы поставил под угрозу весь еврейский народ их существование на этой земле такими вот своими деяниями. Не просто сам развратился, но и развратил свой народ мерзостью язычества. И, конечно же, наказание от Господа должно было последовать вскоре. И далее мы читаем. «И говорил Господь к Монассии и к народу его, но они не слушали». Что значит «и говорил Господь»? Имеется в виду через пророков, которые приходили и обличали и Монассию, и народ, но они не слушали. То есть произошло у них такое размежевание с истиной, что они не могли воспринимать даже слова обличения, которые посылались им от Господа. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского. То есть если они не слушаются пророков, Господь наводит на них вражескую армию, то есть попускает военачальникам царя Ассирийского войти в Святую Землю, войти в Иерусалим. «И заковали они Монассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». И вот иногда возникает вопрос, а почему Господь попускает своему народу разные трудности, а потому что иначе их нельзя заставить одуматься. Монассия и его народ, они уже не слушали Господа, Господних людей, и как некую такую последнюю меру вразумления Господь попустил полное поражение иудейскому царю Монассию, его заковали цепями и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей, то есть когда он оказался в стесненных обстоятельствах, в темнице, закованной цепями, он, возможно, понял тогда, что эти боги, которым он молился, они ему совершенно не помогают. И тогда он вспомнил о боге Авраама, Исаака, Иакова. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. Конечно, немного непонятно, что значит он стал умолять лицо Господа Бога своего. Мы можем предположить, что он воспринял все эти наказания, которые пережил, и пленение, в котором он оказался, как произошедшее от лица Бога, храм которого он осквернил и жертвенниками языческими, и языческим истуканом. «И глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Монасия, что Господь есть Бог». Что значит «Господь есть Бог»? Мы и так знаем, что Господь есть Бог, а кто же есть Господь? Имеется в виду, что Господь, то есть милосердный, это имя указывает на божественное милосердие, он же есть Бог, то есть правосудный. Это имя на иврите, эллогим, указывает меру божественного правосудия. То есть Господь оценил его смирение и рассудил, что его надо вернуть назад. И как-то Господь повлиял на этих оккупантов, которые взяли его в плен, они его отпустили. «И возвратил его в Иерусалим, на царство его, и узнал монасия, что Господь есть Бог». Нам было бы понятно, если было бы сказано, что Бог есть Господь. Тогда это переводилось бы так, что Судья – это слово Бог, а Он – милосердный. Это слово Господь. Давайте посмотрим, что пишет о покаянии монасия святитель Иоанн Златоуст. Как я уже сказал, эта тема всегда волновала древних отцов церкви. Это его гомилии на книгу «Бытия». И здесь он пишет, «Какое же утешение ежедневно ожидать наказания и мучения?» Действительно, если человек оказывается в стесненных обстоятельствах, он начинает ожидать еще чего-то более худшего, потому что монасию могли казнить. «Какое же утешение ежедневно ожидать наказания и мучения?» Если ты хочешь получить какое-нибудь утешение от этой отсрочки, то прими исправление, которое есть плод покаяния. «Ибо если ты думаешь, что будущность наказания есть некоторое облегчение, имеется в виду, что когда человек принимает наказание, а потом уже как бы дважды не накажут, имеется в виду, если его казнят, «Ибо если ты думаешь, что будущность наказания есть некоторое облегчение, то гораздо больше пользы не подвергнуться наказанию». То есть Господь силен совершенно отменить наказание. Итак, воспользуемся этой отсрочкой. Отсрочка – это когда человек совершил преступление и возникает какая-то пауза. Вот он ждет наказание, а его пока еще нету. Вот эта отсрочка. Итак, воспользуемся этой отсрочкой для совершенного избавления от предстоящих бед. То есть если Господь сразу не наказывает, значит, он ждет от нас какого-то нравственного решения. «Ибо в заповедях нет ничего тяжкого или неприятного, но все легко и просто. Так что, если бы мы имели только настоящее произволение, все могли бы совершить, хотя бы и были подвержены множеству грехов, те или иные праведные деяния». В самом деле, Монасия дерзнул на бесчисленные злодеяния, потому что простер свои руки на святыню, внес в храм мерзости, наполнил город убийствами и совершил многие другие непростительные беззакония. И однако, после таких великих преступлений, он от всего того очистился. «Каким же образом?» спрашивает Златоуст и отвечает. «Покаянием и добрым произволением». Действительно, он был закован в цепи, и он не мог совершать какие-то праведные дела, но у него появилось доброе произволение, если Господь его простит, всю эту ситуацию как-то поменять. И в другом своем слове к Федору Падшему святитель Иоанн Златоуст пишет. «Монасия, который всех превзошел безумием и жестокостью, не спроверг законное богослужение, затворил храм, способствовал процветанию заблуждения и был нечестивее всех предшественников, после последующего раскаяния был причислен к друзьям Божиим». К друзьям Божиим. И действительно, когда мы смотрим дальше, 12 стих, это подтверждается. И Златоуст продолжает. «Если бы он, посмотрев на величину своих беззаконий, отчаялся в своем обращении и исправлении, то лишился бы всего, что получил после того, а теперь возрев, вместо преизбытка своих грехов на беспредельность Божия благоутробия и расторгнув дьявольские оковы, он восстал, подвязался и совершил добрый путь». Действительно, это удивительная такая судьба этого человека, который в своем нечестии превзошел всех царей, которые были до него из дома Давидова, даже царей израильских, и даже нечестием превзошел те народы, которых Господь, эти семь народов, Он загонял с этой земли. И узнал Монасия, что Господь есть Бог. Он смирился перед Богом отцов своих, как мы прочитали в 12 стихе, то есть уподобился тем, которые были друзья Божии. И мы читаем 14 стих и ниже. «И после того, то есть когда он вернулся в Иерусалим, построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Афела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов, и идола из дома Господня, то есть того самого, которого он туда сам, и поставил, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, то есть очистил его, освятил, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал Иудеям, чтобы они служили Господу, Богу, Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу, Богу, своему. То есть народ еще пребывает в некоторых суевериях, причиной которых был Монасия, потому что он усилил эти суеверия. Монасия исправился, а эти люди еще не исправились. Вот такое бывает, когда человек, например, является источником соблазна для других людей, и он вводит их в состояние греха. А сам потом преодолевает этот соблазн в себе, но он не может как бы повлиять на тех людей, которых он ввел в этот какой-то греховный ступор, они вот в таком омертвелом состоянии пребывают во грехе. И далее, с 18 стиха и ниже, прочие дела Монасия и молитвы его к Богу своему и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. Здесь, конечно, возникает такой вопрос, а почему перекрестные ссылки книги царей ссылаются на летописи, то есть на Паралепоминон, а Паралепоминон ссылается на книге царей. Как такое могло быть? Возможно, что это вставки редакторов текста, как вот параллельные места в каждой Библии есть, где подсказывается, где есть подобные тексты. Так вот эти вставки они отсылают нас от книг царей книга Паралепоминон, а в книге Паралепоминон отсылают нас к книгам царей, поэтому удивляться не надо. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, беззакония его, и места, на которых он построил высоты, и поставил изображение Астарты, и стуканов, прежде, нежели смирился, описаны в записях Хозая. здесь возникает еще один автор или редактор книг царей. И почил Монасия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. Удивительное исправление этого человека, оно, конечно же, не может не вдохновлять нас. Надо сказать, что в самих ассирийских текстах упоминается о Монасии иудейском, даннике Ассархандона и Ассурбанепала, но ни в них, ни в книгах царств не говорится о пленении Монасии. Причину этого пленения, быть может, надо искать в анти-ассирийских восстаниях, вспыхивающих в Палестине в ту эпоху. То есть это точно историческая личность, Монасия, он, как данник, записан в клинописях Ассирии. Далее говорится об Амоне, царе иудейском. «Двадцати двух лет был Амон, когда воцарился и два года царствовал в Иерусалиме и делал неугодные в очах Господних, так, как делал Монасия, отец его, и всем истуканам, которых сделал Монасия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им, и не смирился пред лицом Господнем, как смирился Монасия, а отец его, напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Вот здесь пример правителя Амона, который подражает своему отцу в худшем, в его грехах, в его падении в язычество, но он подражает своему отцу Монасия в том покаянии, которое он пережил перед Господом. И кто-то может спросить, а почему Господь не послал ему такое же испытание, как Монасия, если бы его заковали бы в цепи, отвезли бы в Вавилон, может быть, он там пошел бы по стопам отца. Господь сердцеведец, и он знает, какие люди способны привести ему покаяние, а какие, какие-то нет. Как и в Писании говорится, праведный да творит дела праведности, то есть святый да освящается, а нечестивый да творит нечестие, потому что когда человек окончательно путем избирает путь нечестия, Господь не препятствует ему, но неизбежным результатом этого выбора оказывается гибель человека. человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...